Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В результате голосования проект покинула Аида Бабаева. На волоске от вылета была Мария Кахно. Уже в третий раз девушка становится кандидатом на изгнание. К Марине Африкантовой в скором времени должен прийти на проект американский мачо Алекс, который, согласно сценарию, заберет ее с собой. Именно такие слухи распускает мама Марина Татьяна Владимировна. Захар Соленко рассказал о своей ссоре с Лерой Фрост на недавней вечеринке. Он обещал ей не пить, но выпил и обманул Леру, что не пил. Лера, которая была уже сама на веселе, не полезла в карман за словом и ребята поругались. На остров любви уже прилетел Никита Шалюков. Он будет строить отношения с Олесей Клочко. Лилия Четрару опровергает слухи о себе. В статье, недавно опубликованной в журнале «Дом-2», практически все неправда. Лилия предъявила претензии Вере Курочке, которая работает в журнале. Четрару говорит, что у нее даже нет никакой племянницы по имени Кристина, которая якобы рассказала журналистам про ее семью и долги. Настя Алисова рассказала о теме очередного ток-шоу «На Доме-2». Это будет передача о драках. Настю приглашали в качестве эксперта. Оля Рапунцель, недавно покинувшая проект, намекает, что беременна. «Я в последнее время много стала кушать», – пишет она. «Поела и снова через час голодна. Что это может быть?» Дима Лукин, который живет по соседству, опубликовал снимок с Олей и Димой. Он пишет, что они прикольные ребята, за ними надо оператору с камерой ходить. Ольга Сокол, которая была на проекте в отношениях с Сашей Гобозовым, публикует снимки со свадьбы. Девушка не раскрывает подробности своей личной жизни, известно лишь, что ее избранника зовут Олег. Алиана Устиненко пожаловалась, что ее муж запрещает вывозить за границу сына. «Придется нам с сынишкой до 18 лет отдыхать только в России. Но ничего, здесь тоже много красивых мест. Не будем отчаиваться». Новость об уходе Андрея Малахова с Первого канала взорвала интернет. Ходят слухи, что Андрея сменит Рустам Солнцев. Сам он пока не комментирует эти слухи. В сети разгорелся очередной виток войны между Викой Романец и ее антифанатами. Вика высказалась очень некорректно в их адрес. Она написала, что нужно отправить в Освенцим тех людей, которым не нравятся ее персоны и кто ее критикует. В ответ ее противники создали официальную петицию о выдворении Романец из страны, потому что она занимается незаконным предпринимательством, не платит налоги в казну и оскорбляет россиян. Олег Майами и Катя Жужа, бывшие когда-то в отношениях, публикуют совместные снимки, сделанные в постели Олега. Пока неизвестно, вместе ли ребята или это взаимный пиар. Курбан Амаров опубликовал не самый удачный снимок Ксюши Бородиной. Многие заметили, что мужчине нравится глумиться над своей женой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.